Наша задача в том, чтобы стихийно сложившийся рынок не просто разрушить вот такого наркопотребления, а предложить всем понятную систему лечения, понятную систему социальной адаптации и альтернативу, и показать всеми, что их усилия обеспечены и государственной поддержкой. Именно ради этого было принято решение о создании системы реабилитационной работы с тем, кто хочет избавиться от наркотической зависимости. Тема эта непростая, поскольку речь идет о нескольких миллионах человек. По данным медиков, более 60 тысяч человек ежегодно умирают от патологии жизненно важных органов из-за систематического употребления наркотиков. Это страшные цифры, конечно. Причем возраст наркоманов снижается год от года. Необходимо как можно скорее установить единые требования к организациям, которые занимаются реабилитацией людей, готовых покончить со своей зависимостью. Тем, кто успешно завершает реабилитационную программу, необходимо, естественно, помочь в трудоустройстве, пройти профессиональное обучение, которое облегчит получение работы и возвращение к нормальной жизни. Потребление наркотиков напрямую подрывает экономику страны. Демографические, криминальные и экономические ущербы очевидны. В этом контексте рассматриваем реабилитационный процесс как неотъемлемое важнейшее направление в борьбе с наркопреступностью. Упраздненную систему ЛТП полностью и с гораздо большей эффективностью скомпенсирует создаваемые с опорой на Институты гражданского общества национальная система реабилитации и ресоциализации наркопотребителей. В протокольном решении, которое мы примем, установлено поручение ФСКН, Минздраву, Минтруду, Миноборнауке с участием и других структур федеральных, подготовить в течение первого полугодия следующего года и внести в правительство предложение по развитию системы комплексной реабилитации и ресоциализации. Теперь порядок определения размера оплаты за коммунальные услуги устанавливается правительством Российской Федерации. Для студентов в федеральных вузах предлагается утвердить понижающие коэффициенты в зависимости от вида энергии. Образовательные учреждения теперь не смогут в той или иной степени завуалированно перекладывать эти расходы на студентов. Размер оплаты каждого студента не будет превышать того, что показывают счетчики с учетом вот этих коэффициентов. То, что мы сегодня ввели такие ограничения, гарантирует ребятам, особенно приехавшим из глубинки и не обладающим дополнительными источниками дохода, действительно сосредоточиться на учебе. Разницу принимают на себя образовательные организации, то есть, по сути, государства, которым должны быть предусмотрены средства в федеральном бюджете. Это очень большой и амбициозный проект не только для Дальнего Востока, а вообще для всей России. Сейчас идет активная фаза строительства. Есть, тем не менее, некоторые отставания от графика, что, безусловно, плохо нужно восполнять это отставание. Хотел бы отметить следующее. В принципе, условия для проведения монтажных работ в зимний период в основном созданы. Сейчас мы планируем завершить все бетонные работы на первом стартовом столе 25 декабря. Ракета-носитель «Союз» готова. Готовы также космические аппараты «Ломоносов» и «Аист». В середине следующего года они будут поставлены на космодром для проведения предполетной подготовки. Мы привлекаем сейчас практически по всем вузам нашей страны, которые готовят специалистов ракеты космической промышленности, ребят для участия в строительстве космодрома по линии стройотрядов. У нас в этом году работало 441 человек, но вот уже летом 2015 года выйдет 1200 человек. Еще относительно недавно предприятия этих отраслей фактически выживали самостоятельно. К 2030 году, тем не менее, планируется увеличить производительность труда в судостроении более чем в два раза. Кроме того, необходимо довести долю экспорта по линии ВТС с 10 до 25%, а долю гражданской продукции увеличить до 22%. Объединенная авиастроительная корпорация имеет целью создать к 2025 году третий мировой центр авиастроения по объему производства самолетов, причем как в военном, так и в гражданском сегменте. Важнейшая задача также заключается в наращивании выпуска конкурентоспособных гражданских самолетов. Их доля в общем объеме производства должна быть увеличена с 30 до 50%. Продолжение следует...